Робот-пылесос с мощностью всасывания в 5000 паскалей, лидарной системой навигации, технологией AI Action со встроенной камерой, технологией определения предметов, удобным фирменным приложением, полноценной настройкой уборки, поддержкой управления с помощью голосового ассистента с отличным временем автономной работы, аккумулятором в 5200 мАч. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к роботу-пылесосу под названием DreamBot D10S Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам разумеется расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой белой упаковке, на ней есть изображение и название модели, а также краткая характеристика. Упаковка обыкновенная, при этом все пришло целое. Комплект поставки скромный, запасных щеток или чего-то подобного нет, как к слову и в модели D10S. В коробке находится сам робот-пылесос вместе с роликовой щеткой, контейнером для пыли и инструментом для очистки. Далее есть съемный кабель питания, длины которого более чем достаточно, зарядная док-станция без выделенного места под остаток кабеля, съемный резервуар для воды с салфеткой, одна боковая щетка и краткое руководство. Весит устройство 3,7 кг, а габариты 350 на 350 на 97 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Со следующего месяца начну разыгрывать смартфоны, но условия чуть-чуть поменяются. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного, тем более сейчас идет распродажа, я вас сориентирую. Poco X6 по 18, Poco X6 Pro по 23 тысячи, Realme 12 Pro Plus спокойненько по 28 и все эти радости с Xiaomi 14 по 60 и Xiaomi 14 Ultra по 99 целых 2 недели. Переходим к обзору. Данная модель поставляется только в черной расцветке, D10S Pro имеет стандартный дизайн как для роботов-пылесосов, но при этом он выглядит очень аккуратно и внушительно. Корпус робота-пылесоса выполнен из матового прочного пластика, а сверху находится глянцевая часть, что конечно же не особо практично. Собрана модель качественно, ничего не отваливается и не скрипит. К слову, в скором времени у меня будет обзор на робот-пылесос Xiaomi Mijia Omni 2 и вот там есть проблемы со сборкой, что док-станции, что самого робота-пылесоса. В D10S Pro, хотя он значительно дешевле, повторяюсь, все отлично. Далее, на корпусе расположили название с фронта, камеру по технологии i-action, бампер без прорезиненной вставки, что конечно странно, как и то, что нет боковых датчиков обнаружения стен и 3D датчиков рядом с камерой. Врезается ли робот-пылесос в мебель или может ли он повредить что-либо, я расскажу слегка позже. Оставим интригу, но на данный момент выглядит такое решение странно. Далее, на корпусе расположили лидарную систему с функцией для предотвращения застревания робота-пылесоса под мебелью и 3 механические кнопки. Под крышкой стандартно находится контейнер для пыли емкостью в 570 мл, плюс есть щетка для очистки. Контейнер имеет ХП и сетчатые фильтры, что контейнер, что фильтры можно промывать водой. Главное только сушить после того, как промыли. С нижней части робота-пылесоса есть два основных колеса, одно поворотное, контакты для зарядки, 4 датчика защиты от падения, одна боковая трехлучевая щетка и основной подвижный блок с силиконовой турбощеткой, который можно разобрать с двух сторон для очистки. За что плюс. Последнее, о чем я еще не рассказал, это о резервуаре для воды, который крепится с нижней части робота-пылесоса. Его емкость 235 мл, в принципе хватает, он оснащен электрическим насосом для регулировки интенсивности подачи воды, а салфетка для протирки полов крепится на липучке. В отличие от D10S, в PRO модели мы имеем контейнер, у которого объем стал на 70 мл больше, также добавили технологию AI Action. И на этом в целом все. Что касается основных характеристик данной модели, то мощность всасывания 5000 паскалей, что отлично. Доступна как влажная, так и сухая уборка, плюс есть комбинированный режим. Отрегулировать силу всасывания можно четырьмя уровнями, а подачу воды тремя. Подключается робот-пылесос, используя Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц. Емкость аккумулятора 5200 мАч, полный цикл зарядки занимает 5 часов 45 минут. Помещение в 60 квадратных метров, он убирает в течение 1 часа 5 минут и тратит около 85% заряда. По времени автономной работы данная модель показала себя плюс-минус так же, как и младшая модель. Обзор на которой уже был, разумеется. Далее, D10S PRO подключается к приложению Dream Home. На главной странице все стандартно, так как можно посмотреть площадь уборки, заряд аккумулятора и время уборки. Персонализировать уборку для каждой зоны, установить последовательность уборки, выбрать схему для влажной уборки, управлять картой, устанавливать запретные зоны, виртуальные стены, разделять комнаты, сохранять несколько карт уборки в памяти, выбирать зоны и комнаты для уборки, настраивать уборку по графику. Также есть автоматическое зонирование помещения на комнате и автоматическое увеличение мощности при обнаружении ковра. В приложении также можно настроить голосовое сопровождение с поддержкой русского языка, ко всему можно выключить его или отрегулировать громкость. Далее есть включение режима защиты от детей, что очень полезная функция. Настройка режима не беспокоит, дистанционное управление и еще небольшое количество стандартных функций. Но хотел бы уделить внимание функции удаленного слежения за домом благодаря технологии iAction. Во вкладке с транслируемым изображением можно обнаружить ручное управление, возможность записывать видео и делать фотоснимки. Также можно использовать робот-пылесос для трансляции звука, просматривать карту в реальном времени и даже настроить режим охраны. С этим режимом робот-пылесос будет заезжать в указанные вами комнаты и совершать фотоснимки. Далее D10S Pro поддерживает голосовое управление через голосовых ассистентов. Обновить прошивку приложения можно, им не обновления уже прилетали. Перейдем к тестам. Уровень шума не превышает 70 дБ, разумеется при максимальной силе всасывания. Предметы данная модель определяет неплохо, но для этого необходимо идеальное освещение, так как встроенной подсветки нет. В итоге, если у вас на полу где-то будут лежать провода, обувь или другие предметы, на карте будет отображаться соответствующая иконка. Конечно, на данный момент список предметов, которых D10S Pro может распознать, невелик. К примеру, игрушки он не распознает. По навигации все стандартно. Сначала подход к периметру, затем уборка змейкой. Ножки стульев он старается объезжать, как и большинство других препятствий. При первой уборке он вообще не прикасался к какой-либо мебели, при этом убирался довольно плотную к ней. Но все же в последующих уборках он врезался в мебель, и поэтому мне непонятно, почему не установили прорезиненную полосу на бампер, как обычно делают. Высота порогов, которых ему по плечу не выше двух сантиметров. В остальном навигация очень даже отличная, робот-пылесос лишних движений не производит. Мощность всасывания достаточная для того, чтобы производить уборку ковров с коротким борсом. Но из-за силиконовой турбощетки уборка менее эффективна, если сравнивать с уборкой, используя турбощетку, которая несколько рядов жестких щетинок. В плане сухой уборки, к примеру, крупы, грязи и другого подобного мусора, все тоже неплохо. Но в случае, если подобного мусора особенно много, то придется включить уборку как минимум в три прохода. Если же на полу есть мусор, но не в таком количестве, хватает одного-двух проходов. Стандартно в углах после уборки можно заметить грязь, что неудивительно, так как робот-пылесос физически не может убрать в подобной области. Протирка полов ничем не примечательная, робот-пылесос попросту протирает пол. В случае, если включить уборку по всей квартире и, к примеру, в прихожей есть грязь на полу, то после уборки она будет по всей квартире. Если вам нужно, чтобы робот-пылесос действительно мыл пол, то лучше обратить внимание на более дорогие модели, которые используют функцию мытья полов с использованием швабр. Но даже они не смогут заменить уборку вручную. Также отмечу, что робот-пылесос не определяет ковры во время влажной уборки. Для того, чтобы он объезжал ковры, необходимо устанавливать запретные зоны. Черные покрытия ему кажутся как перепады высоты, поэтому он их объезжает. Минусы. Нет запасных деталей, нет подсветки с фронтальной части, нет 3D-датчиков, проблемы с темными покрытиями, нет датчиков обнаружения стен. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Вообще пролистайте, там много всего веселого и интересного. За последние 4 дня была распродажа. Притом, как я понял, она круче, чем 11-11, во всяком случае по ценам. Резюмирую. DreamBot 10S Pro лично, по моему мнению, не особо отличается от младшей модели. Но если есть возможность, я бы лучше купил версию Pro. Как устройство для уборки, данная модель показала себя хорошо. Плюс от меня за хорошо настроенные алгоритмы, отличную навигацию, функцию распознавания предметов, поддержку голосового управления, поддержку управления и гибкой настройки через удобное фирменное приложение, высокую мощность всасывания и технологию i-action. Подписывайтесь на канал с колоколом. От меня девайсу до добра и удачи вам, дорогие друзья.